привет друзья с вами владимир шемин нахожусь сейчас на пляже отеля альбатрос акваблю 4 звезды и отеля альбатрос аквапарк 5 звезд смотрите из пляжа можно добраться в отель двумя способами первый это трансфер второй это пешком именно в этом видео сейчас я вам покажу как выглядит дорога из пляжа в отель погнали и сразу отвечаю на один из ваших вопросов которые часто встречаются в комментариях под другими моими видео насчет обзора пляжа друзья обязательно обзор пляжа будет в отдельном видео естественно я вам покажу там и какой заход есть в море что под водичкой плюсы и минусы и все важные нюансы которые вам нужно знать о пляжу отеля альбатрос акваблю 4 звезды и отеля альбатрос аквапарк 5 звезд все вы увидите скоро в отдельном видео на моем канале итак друзья мы прошли музыку не знаю там просто играла какая-то музыка возможно какая-то с авторскими правами поэтому там я удалил звук и наложил свою музыку в общем сейчас я уже иду и принципе я вышел в 15 часов 50 минут соответственно постараюсь вам сделать видео одним кадром то есть без обрезок без вставок для того чтобы вам было понятно сколько же времени занимает эта дорога если мы идем пешком из пляжа первое что сразу говорю вам нужно понимать что нужно преодолеть вот эту лестницу лестница довольно такая крутая много ступенек поэтому у кого проблемы с ходьбой наверное будет это крайне неудобно поэтому кто ходит ну то есть кто не может ходить много тому естественно нужно ездить на трансфере а тот что любит активный образ жизни любит прогулки походить побегать в общем спорте тому подобное принципе такой момент не составит труда поднимаемся по лестнице есть лифт он сзади меня мы его прошли я вам его показал видео но друзья он не работает сейчас это скала находится на какой-то реконструкции видимо она обваливается видите как это все выглядит это очень наверно небезопасно поэтому и лифт не работает пока не отремонтирует эту скалу я так понимаю но это предположение зато виды какие здесь обалденные ребят мечеть залив катера вообще супер красота просто обалденные виды я кстати сюда собирает прогуляться утром скорее всего возможно на рассвете я думаю тут будет очень круто и С одной стороны, на эту горку зайти вообще без проблем по этим ступенькам. Но не для каждого. А сейчас, ребята, на своих экранах вы видите закрытый отель, который называется Beach Albatros Charm. Четыре звезды. Он находится на первой линии, и этот отель давным-давно закрыт. Построен этот отель в 1999 году. Это государственный отель, на данный момент в котором проводятся ремонтные работы. Но кроме того, что он закрыт, кроме того, что по территории проводятся ремонтные работы, это еще такой вот, можно сказать, призрачный отель. Почему призрачный? Да потому что продажи ведутся. То есть туроператоры продают туры в данный отель. И реально это можно забронировать. Вы задаете вопрос, почему же так происходит, когда отель закрыт и не принимает туристов? Почему же продаются туры? Ребят, мне самому интересно, почему все это так происходит. Но это вот такой вот туристический бизнес, который делают туроператоры. Зачем они это делают, я не понимаю. И это не единый отель, который закрытый в Шарм-эль-Шейхе, и все равно туда продают туры. Да, возможно, там некоторые откроются отели. Это касается других отелей. Но данный отель, он в глубокой реконструкции. И сюда явно в ближайшее время туристов не будут заселять. Так что, ребят, если вы вдруг увидите в онлайне продажу туров, в данный отель реально не ведитесь. Потому что, ну не знаю, как бы в 2020 году 100% его вряд ли запустят. В 2021 году не знаю, что будет. Но, в принципе, реально его как бы успеть сделать к 2021 году. Но, опять-таки, будет ли это или не будет этого, ну невозможно спрогнозировать. Хотя отель, вот территория классная, то есть реально как бы много места для прикольных классных фотосессий. Но, все это закрыто. Хотя, вот поблудить, походить по территории, ну кое-каких местах, это все возможно. Главное, чтобы вы понимали, что даже если забронировать тур в данный отель, то все равно поселят в Альбатрос Акваблю 4 звезды. Потому что данный отель, он закрыт. Ага, вот он, проходит. Спасибо. А, фото? Машите. Пик Альбатрос, бич. Закрытый, да? Оказывается, это была территория Пик Альбатрос, 4 звезды, бич. В принципе, он уже давно закрытый на реконструкции. Хотя иногда проскакивают в онлайне продажи этих номеров. Ну, 100% туристов сюда не заселят, потому что отель полностью закрыт. Пик Альбатрос. ну в принципе друзья осталось пройтись всего лишь примерно 300 метров не считая того что там нарезали кругов когда подым под ним когда поднялись если бы на эти круга не нарезали то было бы это все конечно гораздо быстрее хотя там небольшой круто мы нарезали как бы его перейти на другую сторону движение машины проехали надо притерить видите вот сразу вот отель альбатрос акваблю то есть именно если вы живете в отеле альбатрос акваблю 4 звезды то до пляжа пешком вообще рукой подать а вот если альбатрос аквапарк 5 звезд так он находится за территорией отеля альбатрос акваблю поэтому чтобы пройти к пляжу нужно пройти сначала территорию отеля альбатрос акваблю которая в длину составляет примерно почти 400 метров по моему больше 400 метров на посмотреть точно не помню я описание к этому видео добавлю информацию какая длина этого отеля четверки альбатроса которым мы живем единственный наверное нюанс друзья что прямо в отель мы зайдем тут или нет а зайдем вообще круто вообще нет проблем вот он вход прям в отель просто я еще не выходил из этого парадного входа мы через него заехали когда нас привез трансфер из аэропорта и все больше я еще ну и раньше когда я был я тоже заезжал в отель на транспорте вот пешком из отеля я первый раз даже не первый раз я просто первый раз захожу а выходить еще не выходил именно через этот выход я выходил вчера вечером мы гуляли с семьей поэтому мы выходили из выхода который соединяет два отеля четверку альбатрос и пятерку альбатрос вот так там мы выходили а тут мы еще не выходили по машины притормаживает надо переходить ну что вообще в египте остановят не остановят могут переехать еще добрый день рамка у меня металла тут очень много и стадикам и вообще куча всяк при бомбасов ребят ну смотрите 10 минут короче ребят если бы я не нарезал круги не вот это я там сначала не туда пошел обошел там с охранниками поговорил потом еще раз они попросили сфотографировать этих охранников ну охранники себя попросили сфотографировать в общем я думаю предполагаю что таким обычным темпом дорога займет минут 8 максимум в моем темпе этом максимум 5 минут вот как я хожу а в обычных туристов это 8-10 минут пешком и особенно туда если вы будете эти ребятам просто фантастические виды вы видели я вам все это показал дальше смотрите собственно говорят как бы ну мне понравилось вообще рядом а если жить в начале отеля то тут пешком быстрее дайте чем на трансфере ехать трансфер едет 8-10 минут из того что он объезжает чуть ли не полгорода а вот пешком получается ну практически то же самое идти ну только пешком мне лично это гораздо все интереснее так сейчас я быстренько не знаю пойду не пойду в номер не наверное не пойду сейчас я пойду друзья в пятерку там начала работать горочка самая длинная высокая горка в отеле альбатрос аквапарк 5 звезд да что там говорить в отеле самая интересная длинная горка на территории всего шарм-эль-шейх и мы покатаемся там семьей я вчера уже с сыном катался мне принципе понравилось а сейчас мы пойдем чтобы их супруга еще покаталась она еще на таких горках не каталась кстати вам сейчас она видно вон она самая высокая самая дальняя горка о том самом конце так что друзья вот так вот выглядела дорога пешком из пляжа в отель на этом все друзья заканчиваю это видео есть вопросы задавайте пишите в комментариях под этим видео если есть чем поделиться какая-то информация тоже пишите в комментариях под этим видео я обязательно почитаю если будут вопросы конечно же отвечу на них не забывайте подписываться на мой канал кнопочка подписаться внизу под этим видео жмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео на моем канале чтобы быть курсе самой объективной информации о путешествиях в общем желаю вам самых лучших эмоций самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий до новых встреч друзья пока пока